В этом видео подробно про тему Hello, что вы должны знать о ней и что вы должны настроить. Подробнее в этом видео. Итак, наш мини-сериал подходит к концу, но это еще не последний урок. Нам нужно посмотреть, что нам нужно знать в теме Hello и что нам необходимо настроить. Тема пустая, не имеет множества настроек, это и плюс и минус, плюс то, что тема быстрая, чистая, то есть быстро загружается, нет никаких лишних настроек. Ну а с другой стороны нет гибкости, нет настроек особых и если потребуется, таких настроек в этой теме нет. Ну если мы делаем сайт полностью на Elementor, нам эти настройки не нужны, потому что мы все делаем в Elementor. Давайте посмотрим, что вам нужно знать в первую очередь про тему Hello. Мы на протяжении всего мини-курса сайт в реальном времени, как он есть, просматривали через глазик «Просмотреть изменения». На этой странице «Просмотреть изменения» мы изначально как бы видим наш сайт, как бы это главная страница. Но если мы кликнем в адресную строку, мы увидим, что после нашего адреса подписываются некие переменные ID и так далее. Это и есть предпросмотр. Смотрите, если мы удалим эту строчку и оставим только главную страницу, то есть наш адрес сайта, и нажмем Enter, то мы не увидим наш сайт. Мы с вами увидим другую страницу. Что мы с вами делаем? Мы с вами переходим в внешний вид, темы. Переходим в настройки Hello. То есть вот у нас здесь есть кнопочка настроек. И давайте посмотрим, что здесь нужно сделать. Свойства сайта. Видите, тут немного, немного у нас пунктов. То есть у больших, мощных, там, не знаю, коммерческих шаблонов, у них тут очень много всяких пунктов. Но нам они, в принципе, не нужны. Свойства сайта. Во-первых, здесь название сайта. Главный ключевой запрос вашего сайта. У меня вот школа Федора Васильева. Я это пишу. Краткое описание. Описание вашего сайта обязательно пишите. Но не оставляйте ни в коем случае. Вот так, дефолт. Это все на SEO влияет. Это все выйдет у вас в поисковике. Обязательно нужно это поменять. Дальше. Значок сайта. Здесь все по-русски написано, что нужно использовать миниатюру размером 519 на 519 пикселей. Ни в коем случае не оставляйте пустым на своем реальном сайте. Подготовьте там картинку. То есть у нас, смотрите, видите, это где будет показываться. Это будет и фавиконка. Вот здесь вот иконочка. Я нажимаю обрезать изображение. То есть вот она тут показывается. И вот здесь она показывается. Если захотите изменить, можно удалить или изменить изображение. Нажимаем опубликовать. Кстати, эта иконочка, обратите внимание, сейчас вот здесь иконки у нас нету во вкладке браузера, если мы обновим страницу. Сейчас появилась моя вот эта картинка, фотография. Идем назад. Переходим в меню. Здесь видим наши два меню. Второе меню мы с вами создавали ранее. В других уроках вы это помните. Мы переходим посмотреть меню. И вот здесь вот основное у нас не задано. Мы выбираем меню 2. И нажимаем опубликовать. Дальше нажимаем назад. Назад. Настройки главной страницы. Вот как раз таки то, что нам нужно. Вот это у нас выводится последняя записи. Вот как раз это и задано. Просто у нас здесь это не было настроено. Мы выбираем статическая страница. И вот здесь мы с вами выбираем. Вот наши три страницы. И вот она Elementor 5. Это домашняя страница. Страницу записи, ну я не выбираю. Вот сейчас, если мы опубликуем. Смотрите, наша главная страница. Вот его адрес. Обновляемся. И только после этого у нас на главной странице будет выводиться наш сайт, который мы так усердно создавали на протяжении всего мини-сериала. Кстати, о SEO. Вот здесь вот если мы посмотрим, при наведении видите тайтл страницы школы Федора Васильева, прочерк, еще один сайт на WordPress. Вот не забывайте, о чем и была речь в самом начале. Свойства сайта. Вот еще один сайт на WordPress. Как раз таки вот он здесь тоже подставляется. Вы видите это здесь. Настройки небольшие, но достаточно важные. Без этих настроек у нас толком не отображался нормально сайт. Дальше дополнительные стили. Здесь вы с этим уже знакомы. Мы здесь прописывали код для текста, который всплывает в форме при успешной отправке формы. Вот они все настройки Hello. Можно выйти из этой темы. Казалось бы, наш сайт готов, но есть еще последняя заключительная настройка, которую просто обязательно нужно выбрать. Что у нас с мобильной версией сайта? Если мы с вами посмотрим через имитацию, например, какого-то устройства телефона, у нас здесь с вами не пойми что. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Прямо сейчас вы можете переходить к просмотру следующего видео, где я покажу, как настроить адаптивный дизайн на Elementor, чтобы наши сайты хорошо смотрелись на всех мобильных устройствах, будь то телефон, планшет, лэптоп, ноутбук или домашний компьютер. Продолжение следует...